МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Главный ориентир здоровья в Чуваксарах проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима. Призвание помогать свой профессиональный праздник отмечают работники здравоохранения. Легенды старины в Яльчикском районе идут археологические раскопки. Герои нашего времени в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник. И многие, как обычно, на посту. Уже год они работают в условиях, приближенных к боевым. И неважно, красная это зона или зеленая, нагрузка на здравоохранение в целом выросла многократно. Незадолго до дня медицинского работника мои коллеги побывали в республиканском кардиодиспансере, в котором развернуто и ковид-отделение. Об эмоциях, которые скрываются за маской, в материале моих коллег. Я глаза открыла, передо мной вот эти маски белые. И еще, самое главное, такие родные, такие теплые глаза смотрят на меня. И мне как будто они вот надежду вселяют. Я уже думаю, я живу. Значит, я живу. Спасибо большое. Мои ангелы. Полтора года прошло с тех пор, как больницы разделились на красную и чистую зоны. Профессия врача всегда была очень благородной и важной. Но за это время она стала нам всем жизненно необходима. Поначалу нам было тяжело в масках, в костюмах. Было тяжело обходиться долгое время без еды, воды. Но к этому мы привыкли. Но самое тяжелое – это все-таки эмоционально. Когда наши пациенты страдают, а мы не всегда можем, к сожалению, им помочь. Это самое тяжелое. Сейчас мы уже набрались достаточно опыта, чтобы помогать нашим пациентам, даже тяжелым и самым тяжелым. Поэтому я, наверное, все-таки останусь здесь, чтобы помогать и нашим пациентам выжить. Мы также все сотрудники, которые работают в красной зоне, мы все относимся с трепетной душой к своим пациентам. Мы стараемся им помочь. И нам, мы стали больше любить и уважать своих родных, близких. Теплее стали относиться к своим сотрудникам. Врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал – это одна большая команда, в которой работают только преданные своей профессии специалисты. Пока в красной зоне продолжается ежедневная борьба за жизнь каждого тяжелого пациента, в чистой вернулись к плановым операциям. Когда человек после реанимации открывает глаза – это чудо. Я чудо имею в виду не просто как какое-то случайное событие, я имею в виду как плод моего труда. То есть самый главный плод моего труда – это когда человек открывает глаза после реанимационных предприятий. Наш самый главный враг же – это смерть. И мы боремся с смертью. Тысячи спасибо им говорят по всей республике. И не только. А доктора просто хотят, чтобы мы не болели и берегли свое здоровье. Ты его на улице видишь, и он… Может быть, он даже тебя никогда не узнает, но ты… Я помню своих пациентов, я не помню фамилии. Я помню просто по лицам и по глазам. И когда видишь этих людей просто на улице, кругу своих близких, ты думаешь, что ты не зря работаешь. Татьяна Трофимова, Елена Гальперина, Николай Скворцов, Республика. В Центре травматологии и ортопедии проходит 12-я межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов». Это одно из знаковых событий в отрасли, обычно собирающее большое количество участников. Сегодня в условиях эпидемиологических ограничений конференция проводится в аудиторном формате с онлайн-трансляцией. Чебоксарская конференция – одно из любимых мероприятий травматологов-ортопедов России. В выступлениях спикеров прозвучали мнения на самые разные темы. Была даже развернута специальная дискуссионная площадка «Механика против кинематики». Здесь крайне высокий уровень хирургии и крайне высокий уровень организации медицинской помощи вот в этом направлении травматологии и ортопедии, которую мы имеем в честь представлять. Центр известен далеко за пределами России. В прошлый год для ортопедов, как и для всей отрасли в целом, был проблемным. Многие учреждения, в том числе и наш центр, были перепрофилированы под ковид-госпитали. Коронавирус внес серьезные изменения в наше понимание в логистике, по изменению некоторых технологий. Но тем не менее, все-таки, если бы эта ситуация была недельная, месячная, можно было подождать. Если ситуация растягивается уже на полтора года, я так понимаю, что, к сожалению, она будет и дальше. Конечно же, надо помогать людям, улучшать качество жизни. И именно поэтому рассматриваются все новые технологии на таких конференциях, как эта. Сегодня Центр травматологии и ортопедии в Чебоксарах работает в обычном режиме. Однако врачи в любой момент готовы при необходимости вновь уйти в красную зону. Между тем, запрос на высокотехнологичную медицинскую помощь очень высок. В Чувашии возобновились рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Представители МВД, Роспотребнадзора и администрации столицы начали ежедневно проверять общественный транспорт, предприятия общественного питания и торговли парикмахерские. Здравствуйте. Вас беспокоит лейтенант полиции Комиссарова. Почему в общественном месте находились без маски? Находиться в общественном транспорте без маски нельзя. Это риск заразиться самим или стать источником опасного вируса для других. Нарушителей ждет наказание. Так получилось, что торопилась на учебу и забыла взять маску. Но обычно соблюдаем масочный режим. Маски необходимо носить в магазинах, в торговых центрах, в кинотеатрах. Там, где в одном месте собирается большое количество людей. У вас кассир на кассе сотрудник, получается, находился с приспущенной маской, то есть без использования средства индивидуальной защиты. За один день мобильные группы успели проверить 30 торговых центров, 6 предприятий общепита и 5 парикмахерских. Выписаны 20 актов о несоблюдении режима. Средства индивидуальной защиты обязаны носить как общественном транспорте, так и на предприятиях торговли, общественное питание. За невыполнение требований на предприятие или физические лица оформляются акты. В последующем на основании данных актов оформляются протоколы об административном правонарушении. И судом выносится само решение о привлечении к ответственности или предупреждении. Большинство жителей столицы понимают, средства индивидуальной защиты необходимы. Когда на улице я масочку не одеваю, потому что свежий воздух, а когда в помещение, да, я захожу в магазин с масками. Я сама привелась, но все равно какой-то риск заражения существует, минимальный. И чтобы, во-первых, если посмотрят, что я без маски, кто-то подумает, что ему тоже можно без маски. Ну, надо, надо, как положено, надеваем. Я всегда ношу маску в транспорте и соблюдаю дистанцию. В транспорте надо носить. На улице не надо, на этот вот свежий воздух, не нужно, вроде бы. В местах скопления людей нужно носить. Я уже целый год хожу в маске, в магазинах, в общественных местах, на транспорте. Соблюдаю, ну, это режим масочный, чтобы не заболеть. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Бахтиар Велив, Сергей Емельянов. Республика. Смелым покоряются не только моря, но и горы. Восемь самых отважных сотрудников МВД, Росгвардии и прокуратуры республики отправились на экспедицию на гору Эльбрус. Поход посвящен трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей и 85-летию образования службы ГАИ ГИБДД. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД по Чувашии. Проводы экспедиции состоялись в музее истории МВД республики, где с напутствием к альпинистам в погонах обратились руководители трёх силовых ведомств генерал-майор полиции Виктор Шметков, государственный советник юстиции третьего класса Андрей Фомин и полковник полиции Андрей Расчётов, чьи сотрудники вошли в состав команды «Восходящий на Эльбрус». Им предстоит преодолеть 5462 метра и покорить самую высокую вершину России, установив там памятный знак, посвящённый трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей и флаги силовых ведомств. Подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей и флаг МВД по Чувашской республике включаются руководители экспедиции полковника службы Семёнову Дмитрию Викторовичу и заместитель руководителя экспедиции полковника полиции Михаилу Мараду Сергеевичу. Все члены экспедиции прошли учебно-тренировочную подготовку. Среди них есть и опытнейший альпинист. За плечами капитана полиции Сергея Петрова более 30 восхождений на различные горные вершины России и мира. Воспитанник специального православного детского дома Костромской области увлёкся горными походами и навсегда заболел любовью к путешествиям ещё в детстве. Сергей и его соратники – настоящий пример для подражания. Мне хочется, чтобы то подразделение, которое шествует над нами, это спецназ управления по контролю за оборотом наркотиков и заместитель командира Прокопьев Андрей Викторович с собой захватил наш вымпел. Герои живы, пока мы помним о них. Пусть этот вымпел школы тоже будет с вами на Эльбрусе. Удачи! Восхождение на гору требует не только моральных сил, но и физических. Это отметили и руководители силовых структур, рассматривая снаряжение альпиниста. За плечами каждого участника будет рюкзак весом минимум 25 килограммов, плюс специальная экипировка. Но стражи порядка уверены, что справятся. Ведь преодоление трудностей – это часть нашей профессии. Площадь в 26 гектаров около века назад на территории Таебинского городича Яльчикского района проводились традиционные обряды. Наши предки верили, что если прогнать скот через сохранившиеся валы городища, можно вылечить животных от болезней. Согласно легендам, на этом месте спрятано золото. Оно светится по ночам и не дается в руки человеку. Но это все легенды. Что же было на самом деле, выясняют археологи. 237. Следующий. Им не страшен ни дождь, ни зной, ни холод. В любую погоду они ищут свидетельства прошлых времен. Предметы быта, одежда и украшения, оружие, захоронение. Ученым интересны любые детали. Анастасия Петрова уже две недели на раскопках. Приехала сюда впервые. Настя признается, дни пролетают незаметно. Вот отличающая тоже находка. Это керамика с зеленой поливой. Возможно, даже азербайджанская культура. Также были выявлены находки от монетки. Они более современные, уже даже 19 века здесь есть. Конечно же, кости. Тут, наверное, даже овечки. Большие кости, возможно, лошади. Самое ценное здесь информация. Как жили наши предки, какие орудия труда и посуду использовали. Благодаря находкам археологов можно ответить на все эти вопросы. Работа археолога увлекательна, поскольку она совмещает в себе не только научное, но и физическое применение труда, что является очень занимательным примером. И многие науки таким похвастаться не могут. Здесь привлекательна работа также интенсивностью, интересностью, тем, что ты чувствуешь, как прилагаешь руку к науке. Ранее считалось, что основание городища датируется 13 веком. Находки археологов все изменили. Плоские крышки от горшков с пестикообразными ручками и керамика, которую они нашли, встречались еще в домонгольских памятниках, принадлежащих к концу 10 века. Археологи предполагают, что до городища здесь было небольшое поселение с глубоким рвом. Это все нам дает понимание о росте города, о его процветании, о численности населения, о ремесле, о торговле. Вот, например, отдельные фрагменты керамики разных изделий показывают нам торговые связи с Русью, с территорией Азербайджана, территорией Ирана, с Византией. То есть это не просто отдельные находки, а это вот торговый обмен связи. Долгие годы это место не исследовалось. После 30-летнего затишья в 2018 году археологи Чуваши и Татарстана возобновили раскопки на территории первого болгарского поселения. В планах выпустить большую научную иллюстрированную монографию. Но до этого археологам еще предстоит большая работа. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева на короткое время стал филиалом Пушкинского заповедника в Болдина. Сотрудников вуза и музея связывает многолетняя дружба. Проект День Пушкинского Болдина в Чувашии приурочен к 222-летию со дня рождения великого русского поэта. Чтобы жители республики почувствовали атмосферу всемирно известного музея-заповедника Болдина, в стенах вуза открыли выставку «Картин», которые посвящены Александру Пушкину, болдинской земле и ее атмосфере. Невероятные пейзажи, портреты, прекрасная архитектура. Великий русский поэт находил здесь вдохновение. Здесь родились многие его произведения. Память о нем жива спустя два с лишним столетия. У нас проходят многочисленные совместные выставки, персональные художников. Постоянно есть присутствие делегации республики на наших многочисленных мероприятиях, которые международные, федеральные и наши, нижегородские. Сегодня, когда мы открываем выставку, здесь присутствуют картины и чувашских художников, и нижегородцев. Мы уже давно вместе душой переплелись, и все это вливается вот в такое творчество, которое, конечно же, бесспорно поддерживается Александру Сергеевичу Пушкину. На выставке представлены живопись, графика, чеканное искусство. В разное время в селе Большое Болдино побывали многие чувашские художники. Работы выполнены разными авторами, разное время года и с разным творческим взглядом. Но в целом вся лирика поэзии Александра Сергеевича, вся прелесть той природы Болдинской, которым восхищался Александр Сергеевич и который написал в своих стихотворениях, в своих поэмах, здесь представлены в живописных работах. Конечно, на выставке представлена лишь часть работ художников, преподавателей ЧГПУ имени Яковлева, Миши Григоряна, Анатолия Данилова, Константина Долгашова, Натальи Смирновой, Нины Алимасовой, Ирины Рязанцевой и других. Так видят Пушкинская Болдина чувашские мастера. Незабываемое впечатление в сердцах студентов педуниверситета оставила театрализованная познавательная программа «Бал Пушкинской эпохи» в исполнении гостей из Большого Болдина. Ульяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксарское небо осветят лучи победы. Всероссийская акция пройдет 21 и 22 июня с 21 до 23 часов. Десятки прожекторов направят в небо в память о погибших в Великой Отечественной войне. Главные площадки – Парк Победы и Красная площадь. Осветят небо из территории трех предприятий, где ковалась победа. Это электроаппаратный завод, Чебоксарский элеватор. Мэрия приглашает присоединиться к акции всех желающих, в том числе городские предприятия и организации. Акция «Лучи Победы» впервые прошла в Севастополе. В этом году президент страны предложил поучаствовать в ней всем 58 городам-героям и городам, получившим звание «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести». В эту субботу, 19 июня, в Мегамоле пройдет благотворительная ярмарка по раздаче бездомных щенков и котят. Она будет работать с 10 до 16 часов. Вход на ярмарку свободный. Не забудьте взять с собой паспорт для оформления, а также ошейник и поводок для будущего питомца. Если нет возможности приютить животное, но вы хотите помочь, приносите сухие и влажные корма, крупы, консервы, поводки, ошейники и ветпрепараты. Скоро в Чубоксарах появится новый арт-объект. Граффити с персонажами из сказок начали рисовать в одном из жилых микрорайонов столицы. Пока разрисована часть стены длиной 120 и высотой 50 метров возле дома на Гагарина, 47. Авторы граффити – известные художники Гуля Кабилова и Иван Михайлов. Среди персонажей, которые скоро появятся на стене, Маша и Медведь, Колобок, Алиса, Баба-Яга, Буратино и другие. Рисунок готов на одной половине стены, на другой доделываются детали. Окончательно картина появится через месяц. Процесс нанесения граффити достаточно трудоемкий. Кроме того, изображения должны быть долговечны, а для этого используются особые технологии. Это были главные новости пятницы 18 июня. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова